Всем привет! Снова Сергей Романов. Это экстренный выпуск, так сказать. Водоподготовка для котла. Там уже была, находилась уровни в баке, регулирование воды по уровню, три двигателя, два в резерве, один рабочий. И мы сначала решили все это оставить как есть. То есть, ну, ничего не трогать, ничего не менять и подключить автоматику к тому, что есть. Но, посмотрев схемы немножко и посмотрев то, что там стоит, было выяснено, что это фактически неправильно. То есть, мы решили все-таки переделать и сделать новый шкаф для регулирования уровня воды. И вот этот шкаф. Я три дня им занимался. Мы только переехали сюда, поэтому, видите, тут у меня такой бардак. У меня пока что места рабочего нет. Прям на коленках тут собираю. Давайте я сейчас вам покажу внутренность этого шкафа и как он работает. Ну, вот само устройство шкафа. Здесь вы можете видеть, я его уже подключил. Вот заведено питание. Оно идет сюда вот в розетку, чтобы показать, как он работает. Самое интересное, что здесь видите, наверное, сразу же это вот эта схема, да? Ну, что это как бы уже даже не электрика, а электроника. На самом деле, это был реле-уровня, которое поставлялось вместе с автоматикой. Поставлялся он вот в такой вот коробке. Находилось-то все внутри. Здесь находились индикаторы, которые я перенес на крышку шкафа. Вы можете видеть их вот тут вот. Вместе с самой вейблой и самими светодиодами. Они перетяны сюда вот вверх, в верхний правый угол. Вот это все вот так вот открывается и вот так вот внутри. Такая коробка. Вообще в инструкции написано, что эта коробка предназначена для того, чтобы устанавливать ее вовнутрь шкафа. Но вовнутрь шкафа она как бы сильно не лезла. Видно, она очень много места занимает. И потом индикаторы бы остались внутри. И все равно их не было бы видно на дружу шкафа. Я считаю, это важно, чтобы было видно, какие уровни сейчас вода, на каком уровне сейчас находится. Так что их все равно нужно было бы перенести на крышку. Поэтому я ее разобрал и перенес эту плату оттуда сюда поставил непосредственно. Прикрытил ее прямо в ящик. Удлинил светодиодики и вынес их на верхнюю часть шкафа. Вот сюда. Теперь, что здесь у нас? Водной автомат. Это два контактора. Вход питания. Значит, эти контакторы подключаются в шкаф автоматики. Там очень много разных каких-то контактов. Необходим автоматики. Видимо, она смотрит, когда насос в работе, когда не в работе. Нижний уровень, верхний уровень. АВ-авария и разные другие состояния воды в котле, чтобы предотвратить от аварий. Ну и вот шесть промреле. Расскажу, почему шесть промреле. Вообще, как бы двигателя три, как я сказал. Работает одновременно только один двигатель. Естественным образом здесь было бы поставить такой кулачковый переключатель. Раз, два, три. На три положения. Первый, второй, третий двигатель. Но, к сожалению, здесь я такого переключателя не нашел. Смейтесь, не смейтесь. Это простая вещь, но найти ее в городе я не смог. В таком городе я живу. Да, и в кризисе она сейчас. Никто ничего вести не хочет. Поэтому пришлось изощряться. И я решил вместо кулачкового переключателя поставить три кнопки. Три кнопки, которые будут включать какой-то двигатель. Значит, давайте я сейчас включу работу. Включаю автомат. Включено. Вот вы видите, что загорелся. Индикация, что включена. И загорелись индикаторы уровня. Первый это верхний, нижний уровень. Верхний аварийный, нижний аварийный уровень. Итак, у нас два режима. Ручной и автоматический. Не сразу я смог сообразить, как все сделать правильно. Но в конечном итоге сделал. Значит, давайте перейдем к автоматическому режиму. В автоматическом режиме мы можем выбрать двигатель. Например, двигатель 1, или двигатель 2, или двигатель 3. Давайте я покажу, как это происходит внутри. Вот они, эти три реле автоматического режима. Двигатель 2, двигатель 1, 2, 3. Видите, да? Мигают светодиодики вот тут вот. Теперь, когда я перехожу в ручной режим, неважно, какой двигатель выбран, у меня любой двигатель сразу же отключается в автоматический режим. И я могу теперь включать их тут. Вот раз, два, три. Мало того, что я могу их включать, они еще самоотключаются. Например, при включении этого двигателя, это отключается. При включении этого двигателя, это отключается. То есть, работает в данный момент только один двигатель. И если у нас даже работает двигатель сейчас, при переходе в автоматический режим, так же само эти, ну, задачи на любой двигатель, она отключается. И после этого нам нужно выбрать опять какой-то один из двигателей. Вот такая получилась схема. Значит, как я ее решил? Давайте я попытаюсь немножко объяснить. Значит, вы уже поняли, что это за кнопки. Значит, основа такая. У меня идет основная фаза. Она подходит после питания, приходит вот на этот переключатель автоматического режима и ручного режима. С автоматического ручного режима у меня нормально открытый, нормально закрытый. Но они меняют свое состояние. Значит, уходит вот на эти два контакта. Один, второй. Это у меня контактор автомат пошел. А это контактор ручной режим. С этого контакта автоматов я распределяю фазу через третьи кнопки. И с этих трех иду уже на третьих контактора. Здесь схема самоисключения. То есть, каждая подпитка, самоподхвата, проходит через два других, чтобы при включении другого текущий включенный отключался. То же самое происходит и здесь. Но здесь еще есть кнопка стоп. Поэтому кнопка подпитки, автоподпитки, она проходит через кнопку стоп. Таким образом происходит самоисключение. Давайте еще раз продемонстрирую. Автоматический режим. Переключение. Перехожу в ручной режим. Включаю в ручном режиме. Выключение. Включение. Выключение. То есть, шкаф может работать в ручном режиме. Видите, при автомате не работают эти кнопки, а при ручном режиме не работают эти кнопки. Вот такой вот получился шкаф контроля уровня воды. Это, скажем так, произведение искусства. Что я только-только не применял в технологии. И переклепывался клепками эту штуку. И клеем, термоклеем вклеивал эти диоды. И паял, и термоусаживал. Кстати, по термоусадке у меня сгорела... Не сгорела, а испортилась газозажигалка. И вот Света мне сегодня купила вот такую вот прикольную. Она китайская, конечно. Но хорошо, что она самоподжогом. Сразу же горит. Плюс, минус. Как бы, ну, достаточно хорошо может гореть. Меняется чуть угол. И сегодня я термоусаживал. Просто клевые вещи. Вот еще новинка. Ну все. На этом все, я думаю, со счетами. И уже с понедельника уже точно, наверное, я возьмусь за установку. Так что подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И на следующей неделе я уже выпущу видео о том, как это все устанавливалось и как все подключалось.